МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Когда в Сарове появятся камеры видеофиксации нарушений и откроют ли в следующем году школу на Зорге? Глава города ответил на вопросы журналистов. Начали отставать. Сроки сдачи детской поликлиники опять сдвинули. Далее расскажем по всем подробно. О капитальном ремонте и строительстве важных городских объектов, безопасности дорожного движения, судьбе городского приемника и памятника Ленину глава Сарова Алексей Сафонов провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Рассказал о проблемах и планах развития города. История с долгостроем на Зорге может закончиться уже в 2023 году. Работы в новом здании 11-й школы после долгого перерыва опять возобновили. Занимается объектом Нижегородская компания. С предыдущим подрядчиком администрация расторгала договор и отправила все документы в правоохранительные органы, сообщил глава города Алексей Сафонов на ежегодной итоговой пресс-конференции. Также он рассказал и про строительство Центра культурного развития. Там также уже определен подрядчик. Это тоже Нижегородская компания. Объект живой. На объекте достаточно активно ведутся работы. Закончено уже остекление. Они сейчас, как говорится, подают отопление и уходят в зиму на отделку. Поэтому здесь ситуация тоже, на наш взгляд, реализуемая, что в следующем году также объект мы ведем. Также Алексей Сафонов рассказал о планах по строительству новых детских садов и школ. Изначально построить школу должны были в 15-м микрорайоне. Но по новым нормам сделать это на той территории не получится. Поэтому нашли зону в 22-м микрорайоне. То есть для нового учебного заведения на 600 учеников есть место, есть проект администрации ищет финансирование. Также разработали проектно-сметную документацию на сад в микрорайоне 22. Полностью готов, что называется, к строительству. Сейчас идет у нас активная работа по получению финансирования. К сожалению, не хватает нам госпрограммы по созданию детских садиков. Но, тем не менее, мы все равно решили, что в 24-м году мы начнем госстроительство. Что касается капремонтов, то в этом году начались работы в старой 11-й школе и центре образования. Контракт в основном предусматривает работы по фасаду, замену окон и коммуникаций. Алексей Сафонов рассказал и об установке камер фиксации нарушений на дорогах Сарова. Наш город единственный в области, где нет системы автоматизированного измерения скорости. Эту тему неоднократно поднимали на встречах с региональным МВД. Подготовлены все опасные места, все перекрестки, все скоростные места. И направлено предложение по поводу оснастить их системой автоматического измерения скорости, ну и автоматического фиксирования нарушений. Мы не можем своими ресурсами или за свой счет поставить эти объекты, потому что действительно полномочия области, и они не могут быть нам переданы. Тем не менее, пока нашли промежуточное решение. В следующем году планируют запустить системы в тестовом режиме на отдельных точках. Кроме того, Алексей Сафонов затронул и проблему с безнадзорными животными на улице города. В следующем году в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на программу ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск до 2 миллионов. Запись пресс-конференции Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Новую детскую поликлинику в Старом районе сдадут не раньше, чем через 3-6 месяцев. Работы на объекте должны были закончить до конца декабря этого года, но в ноябре началось отставание от графика. Общей ситуацией в строительной сфере сказалось и на стройке в Сарове. Подорожали стройматериалы и закупить их в пределах предусмотренной контрактом цены нельзя. Для решения этого вопроса в настоящий момент документы поданы в главгосэкспертизу для прохождения ее и подтверждения новых ценностроительных материалов. Ситуация на контроле у ФМБА, еженедельные совещания с участием службы технического заказчика управления капитального строительства, представителями генподрядчиков. По состоянию на конец декабря выполнено около 70% всех работ. Завершило строительство наружных сетей теплоэлектроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Отстает от графика работы по фасаду, внутренней отделке, внутренним инженерным сетям, благоустройству. По окончанию строительно-монтажных работ будет необходимо провести мероприятие по получению необходимости разрешительных документов и лицензирование данного вида помощи. После этого поликлиника заработает. Что касается оборудования, то тоже часто задают вопрос. Все оборудование остается в проекте. В связи с введенными санкциями в этом году часть оборудования изменилось его наименование без изменения технических характеристик оборудования. Это касается в том числе и аппаратов КТ и МРТ. Они остаются в проекте, но будут производства других фирм. Также планируют поставить в новую поликлинику оборудование для кабинета охраны зрения, флюорограф, физиотерапевтическую аппаратуру, в том числе галлокамеру. Работу врачей детской поликлиники уже предварительно спланировали. Туда переедут все участки с поликлиники на проспекте Октябрьском и большая часть узких специалистов. Кроме того, в поликлинике, в том числе и в связи с тем, что появляется современное физиотерапевтическое оборудование, планируется развивать реабилитацию для детей. И есть идея, которую, надеюсь, мы воплотим, это открыть центр ювенильного здоровья. То есть в перспективе в новой детской поликлинике будут вести прием детский уролог-андролог, гинеколог-эндокринолог. Договоренности с врачами уже есть. Также планируется привлечь туда и детского нефролога. Увеличение возраста призыва на военную службу может произойти в 2023 году. Поэтапно увеличить призывной возраст. С 18 до 21 года предложил Сергей Шойгу. Максимальный возраст призыва при этом нужно сделать не 27 лет, а 30, считает министр обороны. Комитет Госдумы по обороне согласен с этим предложением. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Праздник заживания огней на новогодних елках пройдет в Сарове 27 и 28 декабря в 18 часов. Проведут церемонию главные новогодние герои Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными помощниками. Гостей ждет интерактивная программа с поздравлениями и танцами на свежем воздухе. 27 декабря соровчан приглашают в детский парк, а 28 декабря в парк имени Зернова. Без возрастных ограничений. Из Нижнего Новгорода в Сочи теперь чаще еще одна авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы из столицы региона на курорт Краснодарского края. Авиаперелеты в рамках регулярной программы запланированы один раз в неделю до конца марта, сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода. Две другие компании выполняют рейсы в Сочи четыре раза в неделю. Семейный праздник «Усатый-хвостатый» пройдет с Арою 5 января в клубе «Акбар» в ОБЦ. Начало в 12 часов. Зрители ждет шоу программу с участием собака-кошек в мастер-классе «Анимация». Во время праздника все желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Подарок пушистику» и сделать игрушку для обитателей приюта «Мордом». Вход свободный, без возрастных ограничений. Библиотека имени Пушкина приглашает горожан на новогодние каникулы. С 3 по 6 января детей и родителей ждут на интерактивные программы. Гостям расскажут о поисках Лапландии, рождественских традициях, зимних обычаях. Начало мероприятий в 14 часов. Также каждый день будут работать новогодние мастерские. Подробности по телефону 9-17-34. Для лиц старше 6 лет. Коньки, куклы, музыкальные игрушки, футбольные мячи и зимние комбинезоны. Уже третий год подряд Саров присоединяется к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этом году руководители города, депутаты, предприниматели, глава больницы будут исполнять мечты 40 детей из многодетных семей. Семей участников специальной военной операции. Ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то из благотворителей впервые участвует в акции. А кто-то, как, например, Антон Ульянов, из года в год примеряет на себя роль Деда Мороза и помогает детям исполнить их заветное желание. Я уверен, что и в этом году нам удастся сделать праздник для еще какой-нибудь семьи, для еще детей, которые получат от нас подарки и почувствуют, что это настоящий Новый год, что это настоящее волшебство и настоящий праздник. Вот эта возможность дарить этот праздник – это просто невероятно. С заботой о своих пациентах в Сарове открылась клиника «Красота и здоровье». Широкий спектр косметологических и медицинских услуг, опытные и квалифицированные специалисты, доступные цены. Врачи клиники работают по принципу доказательной медицины, а значит, их пациентам не придется тратить время и деньги на лишние назначения и обследования. Опытный врач-косметолог – лучший проводник в мир красоты и молодости. Сходить на консультацию к этому специалисту будет не лишним в любом возрасте. Он в соответствии с потребностями кожи подберет программу для домашнего или профессионального ухода, порекомендует необходимые процедуры – массажи лица и тела, разные пилинги, микротоковую терапию, инъекции и многое другое. В таком вопросе крайне важно доверить себя квалифицированным специалистам. Именно врач при обучении в медицинском институте изучает всю анатомию, физиологию, он знает, как функционирует организм, и, соответственно, он знает индивидуальные какие-то особенности человека и может с их учетом выбрать подходящий препарат, подходящую дозировку. А, возможно, и вообще у человека есть какие-то противопоказания к процедуре. Клиника оказывает и медицинские услуги. Здесь можно получить консультации хирурга, диетолога, уролога, онколога и психолога. Доктора осуществляют весь спектр амбулаторных услуг – консультации, хирургические манипуляции, наблюдение после оперативных вмешательств, ведение пациентов с профильными заболеваниями. Врачи работают по принципу доказательной медицины, а значит, их пациентам не придется тратить время и деньги на лишние назначения и обследования. У меня была такая идея, чтобы в городе было такое место, была такая клиника, куда бы каждый человек мог обратиться, и он бы точно знал, что ему не назначат каких-то ненужных обследований, ненужных анализов, ему не выставят каких-то несуществующих диагнозов, что все будет назначено четко по делу, что будет быстро поставлен диагноз и назначено правильное лечение. Клиника «Красота и здоровье» заботится о своих пациентах. Это чувствуется с первых минут пребывания в ней. Здесь не используют бахилы, поскольку они не экологичны и не защищают от инфекций, а предлагают тапочки со следками. Перед приемом пациент может выпить кофе в уютном холле. Приятный бонус – система скидок для многодетных семей, медработников и ветеранов боевых действий, которая позволяет получить качественные услуги по доступным ценам. Также у нас есть специальные праздничные акции, приуроченные к разным праздникам, и у нас есть комплексные программы, которые тоже выходят выгоднее, чем делать какие-то процедуры по отдельности. И также у нас предусмотрена система скидок, если клиент приобретает сразу абонемент на несколько процедур. Клиника располагается в новом районе по адресу улица Лесная, дом 35. Дополнительную информацию о предоставляемых услугах можно получить по телефону плюс семь девятьсот восемьдесят семь семьсот сорок семь ноль два ноль пять. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 25 декабря там проходит «Медовая феерия». Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На «Медовой феерии» представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии», один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 25 декабря с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.